Что такое программный бюджет и сколько в следующем году потратят на образование и сферу ЖКХ? Об этом сегодня старшеклассникам рассказали депутаты городского совета. Подробности в сюжете далее. Для того, чтобы сформировать бюджет, проделывается огромная большая работа. Депутат городского совета Ирина Антипина выступила в роли лектора. Она рассказала десятиклассникам из гимназии номер 14 о бюджете города и как он формируется. Первый раз за три года он будет сбалансированным. Доходы-расходы составят более 28 миллиардов рублей. Его должны принять в декабре на сессии горсовета. По мнению депутата, очень важно повышать уровень финансовой грамотности и привлекать красноярцев к участию в жизненно важных для города процессах. Естественно, это должно идти со школ. То есть человек, выпускаясь со школы, становясь совершеннолетним, он должен понимать, он должен работать, платить налоги. За счет этих налогов должен формироваться бюджет, начиная от страны, заканчивая до любого муниципального поселкового образования. За счет этих денег и существуют все вот эти агломерации города, села. После лекции школьники задали депутаты интересующие их вопросы, которые касались не только бюджета. Они говорили об экологии, о культуре раздельной сортировки мусора, о развитии острого отдыха. Как отметила Ирина Антипина, было очень интересно выслушать отношения школьников к актуальным проблемам города. А их, по мнению ребят, в Красноярске немало. Мне кажется, что в Красноярске есть проблема того, что в основном все эти торгово-развлекательные центры находятся на левобережье. Людям, особенно подросткам, довольно долго и тяжело добираться до левого берега. Поэтому было бы неплохо, если бы стали строить торгово-развлекательные центры на правом берегу. Впечатления об уроке просто восхитительные. Это был полезный опыт для всех нас. Руководство гимназии планирует продолжать такие уроки с депутатами. Это помогает школьникам понять, из чего состоит бюджет и формирует у них активную гражданскую позицию. Такие встречи помогают школьникам расширить их кругозор не только в теоретическом понимании сути предмета, доходы, расходы, бюджет. Ну и, конечно, в первую очередь в реальном, в практическом применении. Детям, безусловно, понравилось. Они хотят еще таких встреч. Ну а мы только рады, потому что процесс от этого учебный только улучшается. 5 декабря пройдут публичные слушания по проекту бюджета на следующий год, где жители города ознакомятся с финансовым документом и выскажут свои пожелания. Ирина Антипина выразила надежду, что сегодняшние школьники смогут влиять на формирование бюджета в будущем. Юлия Чупрова, Алена Гривцова, Валерий Чащин, 7 канал.